Слава нашему Господу! Нас надо было славить, чтобы мы могли его передать так, как следует. Потому что то, что Бог уже дал нам, оно не подлежит никаким переменам. Отсюда нельзя ничего отнять и нельзя ничего добавить. Это полноценное учение Христово, полноценное Слово. И сегодня брат Сирож говорил о том, что его очень трудно вычерпать. Это бездна, богатство и ведение. Я помню, кто-то про такой пример ведет, не знаю, так это или не так, но кто-то сказал так, что исследовали с помощью компьютера это Слово, оказывалось, что в определенный промежуток времени точно-точно Господь, Господь, Господь употребляется. И кто-то сказал так, в ней зашифровано все. И есть. Сейчас определенное число букв, если то, что нашупать место. И на часть, получается, целые фразы образуются. Ну, я не знаю, довел я, до света вашей нет. Может быть, туманно объяснил. Ну, определенный порядок и сложаются слова определенные. Единственное, что, ну, все, и времена, и сроки, но нам дано очень-очень мало. Но благодаря тому, что это мало, мы видим путь спасения, откровения Господни, весы для того, чтобы извесить нашу жизнь, наши поступки и дела. Ну, и напоминаний очень много. Для нас, кстати. В Библии написано для нас. И злословие, и злорыши, и скернословие удалили. Как это удалили? Мы уже давно удалили. Кто-то удалил, а у кого-то еще оно прорывается иногда. И в ушах. Рождение получили от этого слова. Ну, что ж, надо расти? Рожденный ребенок, что он может делать? Вы знаете, что делают рожденные дети? Кричат, пачкают. Ну, это нормально. Они растут, они живут. А после с возрастом уже начинают, ну, возрастать, понимать что-то. И нам тогда приятно смотреть на них. И, наверное, Господу само собой приятно, но рост духовный. Ну, и каждый из нас тоже растет. Ну, одни медленно растут. Ну, а другие растут более быстро. Ну, почему так? Ну, наверное, влияет и на следственность, и воспитание наше, которое мы воспитываем, детей наших. Я не раз говорил, что сначала воспитываем, по-другому нельзя, потом начинаем перевоспитывать. Ну, как? Ну, однозначно. Когда он маленький, он заплакал, сразу к нему бежим, да? И они понимают, и уже начинают вырастать, понимают, что так и надо. А мы уже пять лет обожгли, уже не так надо. Ты уже большой. Вот у них непонятная вещь. Почему так? Сначала мама с папой бежали на первый писк, а теперь уже нет. Сначала эгоистом вырастили на какого-то времени, а потому что надо перевоспитывать. По-другому же нельзя. По-другому нельзя. Потому что Господь и нас так воспитывает. И мы часто вспоминаем, я тоже это повторю, потому что не я только это пережил, и вы тоже пережили. Как хорошо было, когда мы первые шаги делали. Только Чучу повалился и сказал Господь, все, отвечает. А ты теперь говорит, нет. Правильно, нет, теперь нет. Теперь же надо положить кое-усилие, старание, еще. Нет теперь, теперь нет. Уже стали взрослые. И экзамены нам Господь устраивает. Устраивает экзамены. Часто спрашивают, как поступить? Господь говорит, по слову. А как по слову? Как по слову? Как это по слову? Написано так. Я повторю один из текстов писаний, где написано так. К одним, будьте милостивы с рассмотрением. А других страхом спасайте и строгай из огня. А один и тот же грех. Одного надо наказать строго. А другого надо помиловать. А как мне разобраться? А как мне разобраться? А Збой говорит, твои чувства должны быть навыком приучены уже к развлечению добра и зла. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Не надо вот это. Ну, представьте себе, надо помиловать, я наказал. Скажите, я хорошо сделал, зло или добро сделал? Зло. Надо было наказать, я помиловать, я наказал. Что это? Конечно. Но да, зло так прикрывается хитро и умно, что трудно разобраться. Но уже чувствуешь навыком приучены. Мы должны хорошо понимать голос Духа Святого, который работает в нашем сердце. А я 50 лет верую, что вы не 50, а 50 и много. И никак не могу различить. Учился, 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 учился. И экзамены провалил. Помню, одна из сестер наших выходила замуж. Она уже где-то живет в другой области даже. Ну, и стала молиться, Господь говорит, ты, говорит, экзамен сдала на два. Даже на единицу, как сейчас помню. Ты дал экзамен на единицу. Выбор сделала на единицу. Позже, правда, так оно и было. Выбор на единицу сделала. Вот знаете, что? Замуж выйти или жениться, это не перчатки купить на рынке. Не подходил, взял, поменял и все. Выбросил старое, взял новое. Это же не получается вот так. Ну, и потому Господь учит нас, учит Слово Божие, учит нас понимать его. Впоследствии экзамен надо выдерживать. Как тут? А ты уже учишься 30 лет. Вы знаете, когда экзамены сдают, когда учатся, билеты, допустим, обычно перед экзаменами, я не знаю, как теперь, раньше было так, собирают преподавателей, что вам непонятно, спрашиваете. Какой билет вам непонятно? Давайте я вам объясню. А уже когда сели на экзамене, все. Сидишь, мучаешься, краснеешь, а он ходит, хотел бы помочь. Да нельзя, это же экзамен. А вот такие экзамены Бог и нам устраивает. А мы думаем, почему он молчит, почему не отвечает, почему помощи нет. Знаете, на экзаменах помощи уже нет. Вот чему ты научился, пожалуйста, используй это. Правда, у нас есть такая линия. Мы хотели бы, чтобы наши вопросы кто-то решал за нас. Но так не получится. Бог нас учит, даёт образование духовное, даёт силу, а теперь давай работай. А то, что не знаешь, подскажу. Потому что один только Бог, наверное, на пять все предметы знает. Ну, теперь на десять надо знать, это десятивальная система. Один только знает на десятку. Мы же не знаем. Определённый уровень у нас есть. Но Бог нас учит. Это та школа. Ну, кто хочет учиться, учится. Кто не хочет, не учится. И не заставишь учиться. Не хочу, и всё. Я просто напомню прошлый разбор, несколько зацеплюсь за этот разбор. Потому что для нас это очень важно. С 22-го стиха читаю эту главу. Иван, где только 6-го рту и главу, немножко зацеплюсь за прошлый разбор. И все засветительствовали ему это. И делили словам благодати, исходившим из уст его. И говорили, не Иосиф ли это сын? Ну, вы знаете, что Христос никогда сам себе не рекламировал. Не отличался красотою, однозначно. Сегодня рисуют его очень красивым, высокорослым. Нет, написано. В нём не было ни вида, ни величия. Если, допустим, был Авесолом, о нём написано так. Не было красивейшего мужчины в Израиле, чем он. Давид тоже был красивый, с приятным лицом. А в Иисусе написано, был как Ростокевской земли. И не было в нём ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Потому что Господь, Отец, всё это пренеброг. Он хотел, чтобы чувствовал люди благодать, исходивши из уст. Но когда Он говорил, вы помните, что говорили? Никто не говорил так, как говорит этот человек. Вот, всё. И в наш час тоже было невзрачными часами. Говорим, Господь, почему ты меня таким создал? Я бы хотел быть более красивым, более знаменитым. Но Бог дал нам то, что захотел дать. И, наверное, всё-таки хочет, чтобы в нас люди видели благодать. Это очень плохо, когда мы с вами кумирами из-за роста или из-за красоты. Это не совсем то, что надо. Это не совсем то, что надо. А вот когда у нас благодать Божия, это и самое ценное. Говорят, есть такая пословица сегодня, даже в мире она звучит. Не всё то золото, что блестит. Не всё то золото, что блестит. И сегодня очень часто люди так и попадаются. Или женятся, или постырей выбирают по росту. А после оказывается, что не то. Поэтому я не один раз говорил, когда сочитываю, сейчас я редко сочитываю. Есть постырание. Может, ты лучше меня сочитываю. Я говорил так. Ты любишь? Любим. Говорим. Ну, пока что мы обманули друг друга. Вот любителей через год будет видно. Через год будет любить или не любить. Пока что обманули друг друга. Ну, внешней красотой привлекли. Мы же обычно на что реагируем? На внешность. Это самое первое. А вот пошли, когда открывается характер. О, уже тогда совсем подробно. Говорят, лучше бы я не выходил за него. Говорят, лучше бы я её не брал. Ну, взял-то взял. Взял по наружности. А внутренность-то никто не знает наше. Мы же умеем это делать, скрывать внутреннее содержание своё. Выбираем слова, характер хороший. Покуда ни женились, ни замуж не вышли. Как только вышли, открывается то, что есть на самом деле. Долго ж играть роль не будешь. Любишь, что мужа, любишь, что жены и так далее. Приходит время, и всё. Раскрывается то, что есть на самом деле. И поэтому я просто обращаю до самого внимания. Иисус, когда говорил, значит, слушали, внимали. Привлекал его внутреннюю атмосферу, которую он создавал. Но говорили. Обождите. Откуда у него вообще это? Помните, в другом месте писания. Он же нигде не учился. Он же ничего не знает. Откуда? Собластный. Образования нет. Собластный. Я думаю, в нашем времени, если бы Пётр сказал то, что он говорил однажды в втором послании Петра. Он говорил, помните, что ожидаем пришествия, а там суд. Ну, о суде написано. То сказали бы, брат, тебе надо подучиться в институте немножечко. Я не совсем понимаю, что что есть. Но он хорошо понимал, что говорит. Ни один институт не даст то, что даёт Дух Святой. Конечно, надо было, всё надо. Всё надо. Это надо. Но, тем не менее, я уже не вспоминаю этого Мерсвящего. Вы знаете, как написано. Вы же знаете, что день Господь так будет, как стать ночью. Это на небеса шумом пройдут. Чехи разгорюшись, разрушатся, земля ещё на них сгорает. Говорит, мы ожидаем этого. Как мы ожидаем? Мы ожидаем спасение, мы ожидаем восхищение церкви. Как? Пётр, что ты напутал тут? Ничего он не напутал. Он говорил, одни Господь, которые умешают много человеческих дней. Первый день восхищается, то день суда. Седьмая труба отрубит. Церковь восхищается, но он восхищает день суда. А так как верующий перешёл на смешать и на суть не приходит, то что? Отниматься от земли? Пётр ничего не напутал. А нам сегодня сказали, бабы сказали бы, тебе надо немножко подучиться. Ты не совсем хорошо понимаешь то, о чём говоришь. Поэтому я просто хотел бы сегодня получить голосование для слышания Слова Божия, потому что его заменить нельзя ничем, ни философией, ни мудростью своей. Но люди смотрели незнаменитый рот. Слушали, вроде сильно говорит, но откуда у него такое? Это же Иосифов сын, сын плотника. Мы его братья знаем, сестёр его знаем. Не может быть у него этого. Когда мы избираем служителей себе, надо всё-таки обращать внимание на духовное состояние. На духовное состояние, не на рост, а не на знаменитое происхождение. Это всё второстепенное значение имеет. Это всё надо обращать внимание на это. Но, тем не менее, всё-таки надо обращать внимание на содержание внутреннее. Его только можно чувствовать духовным опытом, духовным взглядом. Господь всегда как-то располагает сердца людей к тому или другому. Или к избранию, или к чему-то ещё. Я просто один из моментов беру, который бывает у нас. Мы всегда как-то по-другому смотрим на эти вещи. Не совсем понимаем, как надо делать. И поэтому соблазнялись о Нём. Соблазнялись о Нём. Даже знаете что? Когда люди находятся на должном уровне, даже в святом отношении к ним будут соблазняться. Ты им будешь добро делать. Он будет думать, подлизываешь, мы сегодня говорим. Хочешь мне найти место какое-то? Вот и всё. Соблазняться будут. Соблазняться. От всего сердца будешь делать. А они, значит, будут понимать, трактовать по-своему. И всё. Не можем принять. И всё. Потому что он или он такая и такая. Почему? Ну, мне так кажется. Я часто говорю, какая разница, что тебе кажется? Мне надо, чтобы сказалось, что Бог говорит, и не что тебе кажется. Какая разница, тридцать человек, каждому будет казаться что-то. А мне надо выбор делать какой-то. Какая разница, что тебе кажется? Как ты считаешь? Конечно же. Когда, допустим, на 20 человек решаем вопрос. У каждого своё мнение. Ну, значит, нет того просвещенного разума. Нет того чувства. Как это так? 20 человек, у каждого своё мнение. Это не моё мнение, моё мнение, моё мнение, моё мнение. Это что-то недоработка какая-то. Что-то не совсем то, что надо. И поэтому я просто наброшаю на это внимание на сегодняшний день. И говорили, не Иосифу ли это сын? Он сказал им, конечно, выскайте мне присловие. Врач, исцели самого себя. Сделай. И здесь, в твоём Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. Ну, вы помните, я в прошлый раз напомнил, что было в Капернауме. Расслабленного исцелил. Но не всегда так получается. Это основная наша проблема. И сказал, 24 стих. Истину говорю вам. Никакой пророк не принимается в своём Отечестве. И неоднократно Господь повторял эту мысль. Я в прошлый раз напоминал, почему не принимается. Потому что мы вообще люди. У нас могут быть недостатки какие-то. И с этой точки же они могут не приниматься. Но здесь немножко подчеркну другое. У людей не хватает веры. Веры не хватает. Мы часто можем обижаться, что вот просила помолиться, молились, ничего не получилось. Вы мало молились. Вы не так молились. Вы не то делали, что я хотела. Вы не так поступали. Я вам напомню один из лучших Иисусом Христом, который прибыл. В одной из местностей он ничего не мог сделать, никакого чуда не мог совершить. Почему? По его неверию и по неверию их. По неверию их. По неверию их. Иисус не мог совершить никакого чуда. По их неверию. Вера наша. И вера тех, кто молится, должны совпасть более-менее. И тогда что-нибудь получится. Почему я всегда говорю, когда перед приемным днем даю информацию. Говорю, будете делать то, что я вам скажу. Не потому, что у меня гордость, не потому, что я диктатор, нет. Но это дело веры. Если буду вам предлагать что-то сделать, вы скажете, не хотите делать. Ну, как я вам помогу тогда? Тогда я говорю, тогда поищите кого-нибудь другого. Поедете в другое место, к другому человеку. Может, по-другому подойдет, по-другому будет действовать. Может, тогда будет. А у меня не получите. Раз веры нет. Как я могу вам помочь, если у вас веры нет? Поэтому вот этот вопрос очень важен нам на сегодняшний день. Поэтому я просто просил бы, вы еще в себе искали вот этой причины. Ни в ком-то. Ни в ком-то. Мы часто ищем других причин. Я помню, одна из сестер в свое время, я об этом примере напоминал. Еще раз его повторю. Она не в нашей местности живет, ну, как в нашей, в Белоруссии живет, но очень далеко от нас. Она приезжала несколько раз на прием, и я чувствовал, что что-то не то. Открыто не было проявлений. Ну, чувствую, вот не то и все. Молится четкий язык, не то, что чу-чу-чу, ля-ля-ля, там вообще не язык. Четкий язык, но чувствую, не то и все. Наверное, ну, я же не мог долгое время с ней заниматься. Ну, приедешь второй раз, приезжал второй раз. Наверное, пятый раз приехала. Но ездит, настойчиво ездит. Я подумал, господи, сколько я ее гонять буду, то сюда, то сюда, туда, туда, ездить назад, потом опять, потом опять. Вчера шаги-то заговорил. Кто ты? Я дух гордости. Я дух гордости. Спрашиваю, как ты вошел? Говорит, когда она стояла перед пастором и кричала. Вот тогда и вошел. Скажи, а как ты был? Говорит, было такое. Было. Попросила за мужа помолиться. Она, значит, хотела, чтобы долго молились. Они вот коротко помолились и пошли по домам. Говорит, так расстроилась. У меня муж отступает. Они просто отмахнулись от меня, не захотели. Я пришла в кабинет, и дала ему, как следует. Встала и отчитала его. Ну, то ж ненормально. И в то время вошел. Стояла перед пастором и кричала. И я тогда и вошел. Было. Было, говорит, вспомнила сразу, что было. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы не кричали где-то по делу или без дела. Потому что можно очень легко попасть в эти сети. Я не знаю, она уже перестала ездить. Может быть, освободилась, может быть, нет, не знаю. Но она уже давно-давно... Я уже ее забыл, вообще ее лицо не помню. У меня много людей проходит, очень быстренько изглаживаются с памяти эти лица для меня через неделю. Вот и новый человек. Наверное, я же тебе была прошлую неделю. Я говорю, не помню уже. Не помню, была, не была, не знаю. И поэтому он сказал им, конечно, вы скажете мне, пустой врач, исцели самого себя. Ну, не знаю, как это понимать, но в Писании написано, что Иисус был муж скорбей, изведавший что? Болезнь изведавший. Вы ни во что ставили его. Ну, как это, болел? Ну, наверное, болел. Может быть, духовно? Нет, однозначно. Но было что-то такое. Муж скорбей, изведавший болезни. Это на кресте только болезни. Какие болезни? На кресте наказание он понес за наши грехи. Наказание за наши грехи легло на него. Вот что легло на него. Вся кровь пролитая взял на себя ответственность. И все. Ну, болезни наши понес. Конечно, и за нас посадал. Может быть, в ранах его исцеления мы получили, да. Но, тем не менее, может быть, какую-то кость бросаю на сегодняшний день. Ну, так написано. Муж скорбей, изведавший болезни. Изведавший. Что дайте изведал? Кусил. Что такое болезнь? И потому он и говорил о том, что вы тоже можете болеть по каким-то причинам. А это для людей соблазн. Мы часто говорим так. Чужим крыши кроет, а в савод течет. Такое бывает, да? Сапожник с сапоги другим шьет, а сам без сапог ходит. Бывает и такое. Бывает и такое. Такая наша жизнь. Кому-то помогаешь, а сам молишься, молишься. Надо, чтобы кто-то помог тоже иногда. Чтобы сам на себя не брал все. Помолитесь за меня. Помолитесь за меня. Я тоже иногда прошу помолиться. Хотя понимаю, что за себя люди не молят, за меня тем более не будут. Хотя вообще я знаю, что молились многие. Молились без всякого. Моей просьбы молились. За что слава Богу. А нашли просить, ничего же не получится. Ничего же не получится. Сказал. Истинно, говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине, говорю вам, много было вдов в Израиле во время Ильи, когда заключено было небо. Три года и шесть месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ковдовив Сарепту Сидонскую. А вы знаете, что это свой смысл имеет это место священного писания. Много было вдов в Израиле. Это был голод большой. Но Илью там не уважали. Как пророка. Потому что в этом было такое большое отпадение от Господа, что не знали, правую руку от левой не могли отличить. Вы помните, Илья, когда уже жертву проделал, сказал, калиня стояла и говорила, и им говорят, да коли вам хромать на оба колена, если Господь есть Бог, то Ему поселить. Если Ваал есть Бог, то Ему поселить. Они молчали и не знали, кто Бог, Ваал или Господь. И кто знает, Илья, что ты говоришь, что ты пророчествуешь сегодня? Конечно. Может быть, хотел помочь многим. Он сам был в унынии. Он как-то скрыт. Были вот эти искренние люди в то время. И помните, он жал, Господи, всех пророков убили. И моей души и что? Господь говорит, нет, Илья, я соблю себе семь тысяч человек, которые не проходили колено продвалом. Но где они, эти люди, эти семь тысяч? Знаете, в Израиле не семь тысяч народов было. Я не знаю, сколько на то время их чищенность была. Но, наверное, не знаю, сколько миллионов точно было. Но все раздропшили. И больные были. Но никому Господь не посылал Илью. Только колдове в Сарепту, Сидонскую. И в этом есть смысл определенный. Илья – это проброс церкви. Проброс церкви. А церковь в основном с кого состоит? В основном из язычников. Евреи отвергли. Они не принимали Илью, гнали его во главе с Ахаум и Изавелью. Но где-то там в отдаленных местах был, из потока харафа питался. Вороны кормили его, носили мясо и хлеб. Вороны носили, кормили его. Чудесами Бог его кормил в то время. Вот была такая обстановка. О каком исцелении могла идти речь? Ну, колдове в Сарепту, Сидонскую. А там, знаете, язычники, они, если чуть слышали, что Дед Бог в Израиле, они верили тогда. Свои не верили. Те, кто вообще не знал Бога, но разницу видел между их богами, они шли туда и получали. И получали. Был послан ковдове в Сарепту. Она ему подчинилась. Вы помните, это была странная команда его. Есть у тебя, что-нибудь поедет? Да ничего нет. Ничего нет. Говорит, вот там горсть буки в катке и там елея немножечко есть. Он говорит, сделаю для себя, для сына, Бога, скушаем это и умрем. А он говорит, обожди, сделай прежде всего оплеснок для меня, а потом будешь сама есть. Вот как было поверить? Израилек пришел, неизвестно откуда, но знал он, что он порог или не знал, но не знаю на сегодняшний день. Но поверила. Илья ей сказал, помните, что он сказал? Господь говорит, что макалкатки не сташится, масло кушения не убудет, доколе Господь не даст дошность. Поверила? И кормилась долгое время, но сначала должна была сделать для Ильи. Если мы сегодня в первую очередь что-то делаем для Господа и для церкви, то Господь накормит и нас. Но если прежде всего для себя, тогда вот это не работает. Мы как часто молимся о благословении? Конечно, в первую очередь кого благослови? Благослови меня, благослови мой дом, да? А потом где-то на 10-м плане уже тогда церковь благослови, кого-то благослови. Наверное, мы же так молимся, да? Но мы же себе есть такие несколько философий у мира ходят. Есть такая бандитская философия. А все твое мое. Все твое мое. Так врат преступного мира. Мы, говорят, не умеем умножать, мы умеем отнимать и делить, а прибавлять и умножать не умеем. Мы умеем умножать, отнимать и делить умеем. Вот это умеем. Это, знаете, философия преступника. Ну, философия еще какая есть. Ну, вроде хорошая. Ну, все твое мое в Библии так написано. Все твое мое. Ну, а все мое твое. Мы не всегда говорим Господу так. Мы говорим все мое мое и твое мое. Мы говорим обожди, дорогой, не пойдет так. Так не пойдет. Как это так? Все мое мое и твое мое. Правильно? Я не могу претендовать ни на чьи деньги, ни на чьи кусок хлеба. Правильно, заработал сам. Сам кушаешь нормально. Как ему претендовать на это? Вроде бы правильно. Все мое. Это мое. Но если так будет перед Господу, все мое и твое мое, Бог никогда не будет отвечать на такие молитвы. Никогда. Однозначно. Но здесь Илья уже слово веры дал. Сделай преснок для меня. Но наверное он не говорил всю твою муку забери отдай мне. Наверное там если она говорила и сыну и мне сделать, значит было из чего сделать. Хоть немножечко. Ну сделала и осталось у себя наверное еще меньше, но это меньше никогда не убывало. Вот было мало и мало мало и мало но не убывало. Поверила пророку. А вообще это уже не столько пророку, сколько Господу, который был с Ильей. Ему поверила. И все было нормально. Я помню один такой случай. Я просто не называю имя этой сезон. Она уже давно в вечности. не называю той мес если хотите я вам назову последствия если вам интересно будет. Но жили они в деревне. Семья была сколько человек у них было? Наверное четверо детей было, четверо вроде их вообще четверо было, они двое. Ну вы знаете это было время, когда колхозы были, когда работаешь, работаешь, осенью дадут пару килограммов зерна и все вот этим кормить. И получилось так, она была из пророков. Одна женщина была очень развратная в их деревне жила и она потеряла все, и дом ее выгнали из дома. Не помню что было уже, но Господь говорит ей прими ее. Как раз это была осень, у них не очень было много чего-то там, ну в подвале погреб называется в деревне в погребе. Ну картошки было немножко, но не очень, но прими ее, говорит, накорми, я ее хочу спасти. Я сначала подумала, ну как спасти, шестеро, тут вообще самим надо оставить, посади же картошку весной надо, все же не съешь. Господь говорит, возьми ее себе в дом. Она ее взяла, она покаялась, вот это, не знаю, сегодня она уже верующая или не верующая, это уже было очень давно это было. Ну, кормила, но, говорит, никогда не ходила в погреб набирать картошку, всегда посылала детей, боялась, что увижу, что ничего нету, что будет дальше. Но, говорит, кормились, говорит, всю зиму, кушали, сколько хотели, но никогда, говорит, сама не ходила в погреб, поглядеть, сколько. Когда весной пришло время сходить в картошку, открывать, по-моему, полненький, полненький, что было тогда, так и осталось. Бог умеет умножать, а то не сказка, а то не вред моей больной головы, это реальный случай, поэтому я хорошо понимаю, что говорил Господь, когда будет трудное время, когда будет время очень тяжелое, я вас прокормлю. Как прокормлю? Вот так прокормлю. Не купить, не продать, чего не идет к этому еще дело. Вокруг вся обстановка к этому сводится, что будет, возможно, не купить, не продать. Как не купить продать? Очень просто. Вот Бог дал пример, на примере Ильи, как он кормил Илью. Ковдове, вдова. Господи, кому ты представляешь, ковдове, в которой один сын, и мужа нет, аж опоры нет, надежды нет. Иди там, вдова на тебя накормит. Приходит к этой вдове, она говорит, слушай, у меня только горсть муки, укатки, немножко Ильи кушает, чем я тебя кормить буду? Если бы Илья был у неверы, он подумал, господи, это, наверное, заблуждение какое-то. Кому меня Господь послал? Послал ковдове, у которой ничего нет, и у него хватило веры, и у лдовы хватило веры. Они не остались в стыде, ни Илья, и ни удова не остались, и поэтому Бог умеет творить чудеса. До сегодняшнего дня Он это делает. Пусть Господь благословит нас. Мы имели надежду и упование на Него. И сказал, истинно говорю вам, никакой порог не принимает в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много было вдув в Израиле во время Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев. Это так, что сделалось большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ковдовю в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле в пороке Елисея. И ни один из них не отчислил, кроме Ниемана, Сириянина. Опять к язычникам. Опять язычник понял, хотя не еще понял Ниеман сразу. Вы помните, он нарисовал свои планы. Каким мы сейчас рисуем планы? Как Бог меня исцелит, как Бог мне будет говорить, как Он будет делать это? Он не делает по нашим рисункам. Мы ему планы рисуем. Вот, Господи, ты так должен делать, вот так. А Он говорит, обождите, у меня свой план, мне не нужны ваши планы. Мне надо просто повиновение, доверие и вера. Вот что мне надо. Я знаю, как что сделать. Ниеман, Сириянин тоже. Когда, ну, я обращу внимание, вот на что. Пророку тоже не любили в Израиле. Илью гнали. Но Илья еще им не смехали. Говорит, иди, пляши вы, помните, иди, пляши вы. Ну, там было другое время. Это уже не церковь, и Илья, и другое время. Илья был восхищен на небо. Народ израильский, Христос, вовремя народа израильского, совсем по-другому будет. И проклял их, помните. Ну, за поношение кого-то всегда ложится проклятие. А где грех, там же и проклятие. Вы помните, как Бог говорил в самом начале Библии. Вот от этого дерева не укушай. Как только ты укусишь, то что будет? Сразу же смертью умрешь. Смерть – это же проклятие. И Господь так и сказал. И я его, наверное, не один раз укусила. Мы сегодня рысаем одну яблочку. Она ела от плодов, она не раз укусила. И я даму дал, наверное, не один плод, ну, не яблоко, яблоко, не то, что яблоко, плод. Вот он на грушу был похож. Вот читайте, вынимательную Библию, там найдете. Она ела плоды, и Адаму дала, и он ел. И тогда отклились у них глаза, они видели, что они нагие. Ну, а мы сегодня рисуем яблочко, а кто знает, это было как яблочко или как грушка? Никто же не знает. Не один раз укусила. Ела плоды и дала Адаму, и он ел. Наверное, не один раз тоже укусил. Тоже. Ну, и поражение было. Поэтому я знаю из Священного Писания, когда предстанем перед Господом, одни будут по правую сторону, другие по левую. Вы знаете это, да? Тем, которые по правую, Господь сказал, войдите, благословенные. А по левую сторону что сказано? Отойдите. Какие? проклятые. Это же будут и среди нас такие. Если будем вместе жить беспечно, если будем командовать Богом, делая то, что нам хочется, и мы тебе и служить не будем. Ты такой Бог, и тебе... Ну, это же проклятие заработаем. Когда? Думаете, они в вечность заработали проклятие? Проклятие заработали здесь, на земле. Не хотели каяться, не хотели менять образы мышления, не хотели. Вот почему. И вы помните, второй чек Писания, кажется, у Петра написано. Они заблудились. Идя, пощадам Валаама, сын... Что значит заблудились? Сначала шли правильно, а потом что стало? Если кто-то ни разу не шел никуда, ну, как он может заблудиться? Когда они выбрали направление верно и шли, потом заблудились. И сказал дальше, помните, что Господь сказал? Это сыны проклятия. Это сыны проклятия. Они заблудились. Идя, пощадам Валаама, сына Васорова, который сбил мзду неправедную. Вот, пожалуйста, сегодня материальное благополучие. Очень часто многих сбивают с пути. Они готовы за кусок хлеба сделать неправду всякую. Или поддержать ее, или еще что-то. Так же же написано. Он и за кусок хлеба делает неправду. В другом месте написано, отца с матерью продаст за кусок хлеба. А что вы думаете, такого не было? Время Сталинской репрессии было такое. Как только где-то обнаруживали, что его потомки дворяне сразу же писали отречение от родителей. Я от них отрекаюсь, знать их не хочу. Такое же было. За что? За жизнь, за кусок хлеба. Пусть Господь была советована, что мы за кусок хлеба никогда не сделали никакой неправды. Оказывается, этот кусок хлеба очень много делает. И когда читаем молитву «Отче наш», то там тоже с хлебом нечто связано. Помните? Хлеб на суше дан, а после и не введи в искушение. Там папа Радушку линия правит, через то в искушение люди падают. Так же написано. Я уже не хочу эту тему расширять конкретно. Я ее когда-то говорил. Наверное, в Барановичах не говорил. Я в Барановичах очень редко говорил. Но зато на разборах каждую среду. Пожалуйста, слушайте. Я иногда повтораю эти мысли. Но тем не менее, просто нам надо быть очень внимательным к своему собственному пути, которому Господь нас ведет. И понимать хорошо, и идти туда, куда Господь посылает. Потому что мы часто в своих церквах, в своих домах не имеем авторитета. Заезжаем в другое место, где нас не знают, все нормально, получается. К нам тоже приезжают те, которые мы не знаем, получаем. А у них в самих домах тоже не получается. Почему? Никакой пророк, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Такой вот закон, ну, не совсем красивый, не совсем хороший, но оно же так и есть на сегодняшний день. Так и есть на сегодняшний день. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле во время во дни Ильи, когда заключено было небо. Три года и шесть месяцев. Я в прошлый раз повторил. Три года и шесть месяцев это сорок два месяца. Это три с половиной года. Тысяча двести шесть дней. До времени, времен и полувремени. Об одном том же отрезка времени идет. Три с половиной года. Это время великой скорби, когда Ахави и Завель царствовали. И ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдовию в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пороке Елисея. И ни один из них не отчистился, кроме Ниемана и Сирианина. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. Вот представляется в синагоге, где Слово Божие было проповедано, где священники были, все исполнили чего? Духом он не сказал истину. Вот как люди воюют против истин, исполняются ярости, крик, злоба. Сами по себе можете обнаружить, чем вы исполняетесь, когда что-то слушаете. Ярости или негодование, или подозрение, как удалить еще чего-то. Мы же сами можем сказать, чем мы исполняемся. Но иногда думаем, что исполняемся Духом Святым. Здесь уже зло появилось, обиды, какой Дух Святой, о чем речь вести. Я вспоминаю один из братьев, но он же не является пастором той церкви, он долго, где-то 10 лет был пастором. Не называю его по имени, может, вы догадаетесь, кто где-то там какую-то проблему решали церковную, и бывший пастор настолько стал кричать, а шлюна обрызгал. Братья, тише, брат исполнился Духом. Не сказал каким. Тише, брате, брат исполнился Духом. Правда? Исполнился. Кричал так, глаза злые, а шлюна обрызгает. Брат! Брат! Исполнился Духом. Не сказал каким. Сами разбирайтесь, каким исполнился. Вот как это просто бывает. Вот сказали что-то, не так, может быть, посмотрели, не так обошли, и раз, и все уже исполнился. А каким Духом? Это уже вопрос каждого из нас. Можем удержать это в себе, можем скрыть полблочесевой маской на лицо и одеть сами для себя, а на самом блее внутри вот тут все бурлит. Надо очень внимательно наблюдать за собой. Однажды Давид сказал такую истину, но это было связано с Саулом, с тем моментом в жизни, когда Саул его преследовал. Я это тоже повторю, то, что повторял здесь, может быть, на прошлом разборе даже, но я напомню сегодня. Он сказал так, если Господь возбудил тебя против меня, то тобой это благовонная жертва от тебя. А еще люди, то проклятые они. Помните это место Писания? Итак, кто возбуждает себя? Говорить, действовать, кто возбуждает себя? Хорошенько посмотри, кто? Кто? И когда ответишь на вопрос, кто, наверное, перестанешь говорить, перестанешь, может быть, выступать, потому что дашь отчет, кто возбуждает? Это очень важный вопрос. Иногда зависть возбуждает, а мы говорим, я за святость. За какую святость, когда это зависть, какую святость речь идет? Такое бывает? Ну, с нами, в барановичах не бывает такого, а в других местах бывает. Все бывает. Ну, барановичах мы же так слушаем Слово Божие, в среду каждую приходим в воскресенье, хорошие проповеди, пророчества бывают, конечно, у нас не бывает, но я к слову пришел, говорю, бывает, все бывает, все бывает. много так же было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Ниямана Сериянина, услышавши это, всевши ногой исполнись ярости, и вставши выгнали его вон из города, вот результат какой, и повели на вершину горы, на которой город и был построен, чтобы свергнуть его, вот, пожалуйста, результат. Пришел к своим, принес им исцеление всем, исцеление души и духа, все Иисус принес, но как только сказал им правду, сразу же, а вот у нас такое выражение есть, а правду в глаза колет, ну, а когда уколет, что-то же делается с нашим сердцем тогда, мы тогда не лечимся, а врача можем наказывать, ты неправильно меня лечишь, ты неправильно мне сказал, ты не вовремя подошел ко мне, надо было вот так и так, надо было вот так и так, иногда врач, хирург, он же и режет, правда, хирург же и режет, а это больно, но если бы они у нас может быть не выразили тех членов тела, с которыми мы умерли бы, мы уже давно в гробу были бы, вот больно было, да, конечно, больно, может быть, кто-то и не думал, что жив останется, но остались же живы, слава Богу, ну, правда, тоже в глаза колет, потому что Слово Божие это междуховный, проникающий до рождения души и духа, состав и мозгов, и судит помышления и намерения, какие? Сердечные, сердечные, никто не знает, что делается в нашем сердце, и я не знаю, что вы думаете сегодня, но Бог знает, и Слово Божие не зря и сегодня звучит для наших сердец, чтобы, может быть, где-то и отрезать, чтобы даже больно, ну, что, что больно, что больно, хочешь жить, надо подвернуться операции, чтобы больно было, нам не хотелось бы, чтобы больно было, никто не хочет боли переносить, а что сделать, наша жизнь такая на земле в сегодняшний день. Исполнились ярости и, вставши, выгнали вон и повели на вершину горы. Город, стоящий на вершине горы, это укрепленный город. И когда там находится врач или генерал, который может квалифицированно руководить защитой, это уж очень важно, но Иисус им был не нужен там. На вершине горы был построен, все крепкое, еще, наверное, крепче были бы на павелику, на вершину, чтобы скинуть его оттуда. У нас тоже часто так вот бывает. Он тебя хлопает по плечу, брат, давай, 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 на вершину, а потом раз, и свержли с вершины горы. Но с Иисусом так не могли поступить. Конечно, для чего сбросили, чтобы умер? С вершины горы как сбрасывали, чтобы разбился насмерть? И вставшие выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен. Постойду как построен? Человеческой славы там было достаточно. Наверное, и фундамент был основательный, и все, но это было еще не все то, что надо, чтобы свернуть его. Исполнилось слово, которое Иисус сказал, потому что мы идем его путем, которым он ходил. И он сам сказал Иван Китаян, 15 глав, 20 стих, я прочитаю. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. И если меня гнали, то что? Будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Ну, и гнали в каком городе, скажите? На его родине гнали. на его родине гнали. Он же был в Назарете, пришел в свой город, пришел в Синагух, там в Назарете была. Назарет был посыл на вершине горы. Гнали в своем городе. Но он прошел посреди них удалился. Было не время. было не время. И ничего не могли сделать с ним. Потом, когда пришло время его, Иисус нисколько не был обескураженный этим. Но сказал так, помните, что он сказал? Ну, теперь ваше время и власть чего? И власть тьмы. Тьма пыталась достать Иисуса с самого начала. Ирод хотел погубить его еще по рождению. Не получилось. Здесь вот та же неоднократно попытки были. Не получилось. Пошел то с них взяли, но пошел то с них удалился оттуда. Бог так может делать. Но потом пришло другое время. Иисус сказал, помните, что он сказал? Неужели вы думаете, я не мог бы освободиться? Я мог бы умолить отца. Он послал 12 легионов ангелов. Но как тогда сбудется писание? Как тогда сбудутся планы отца моего? Вы ж тогда погибнете, все язычники? Вы ж не будете иметь спасения? Он бы мог умолить отца? Он сказал так, я бы мог умолить отца, но как на писание сбудутся? Вот самое главное, что в нашей жизни, исполнить писание, какое писание, чтобы мы полностью прошли тем путем, который Господь нам предназначил еще в вечности пройти. Это надо будет пройти. И кто знает, мы живем такое последнее время, понимаем хорошо, что скоро Христос придет, кого-то его пришли достанет в живых, а кто-то умрет во время этого. Умрет, у Бога есть свои планы. Помните, я когда-то рассказывал, вам говорил, когда уже последний раз перед этой перестройкой, три штрафа было в течение года, надо было называть уголовное дело. За детей, то есть что за что там, один раз просто ни за что. Помните, я вам рассказывал, Федя Пипко проповедил на украинском языке, а был проверяющий, у тебя украинцы были, не было украинцев, были, скажи, кто, я этого не говорил, вам и говорить не буду, ну дали штраф, свой брат, на украинском языке, ну гостей не надо, нельзя было приглашать гостей тогда, не могли проповедовать, а один штраф потом призвали туда вот так, вот за эти уголовные дела, но Господь сказал так, у меня в планах нет, чтобы ты был в тюрьме, захотят посадить, но не успеют, ну и правда не успели, завели уголовное дело, потом перестройка на это, все по-другому пошло, не успели, ну может еще придется побыть, на то время не было бы другой какой-нибудь план будет, но главное, что у Бога есть план на каждого из нас, и если мы будем выполнять Его волю, сам может влезть человек не туда, куда надо, по собственной глупости, я помню, однажды один из братьев, он уже в вечности, это было, правда, сталинское время, было в то время, и он, значит, сидел в тюрьме, потом его возбудили, а сидел в тюрьме, не знаю, сколько, пять лет или шесть, в сталинском лагере, осидеть было непросто, ну и, значит, братья где-то стали, после, его встретили, значит, ну, должны ему воздать, кто сидел в тюрьме, говорят, брат, чуть не назвал его имени, слава Богу, ты поставил за Слово Божие, он говорит, так, братья, не за Слово Божие, за свой язык пострадал, он, он хорошо дал отец, братья, не за Слово Божие, я за свой язык пострадал, поэтому мы просто хорошо понимаем, надо быть осторожным, аккуратным во всем, но исполнять волю Божию, и по воле Божией там, туда, если по собственной глупости, тогда никакой пользы нам от этого нет, вы помните, если вы страдаете за проступки, то что хорошего делаете, так же написано, ничего нормального нет, а бывало такое время, когда один из братьев, сегодня его родственники сидят здесь, так хотелось сидеть в тюрьме, я, обязательно в тюрьму сяду за Христа, потому что ему было нельзя проповедовать, нельзя, он открывал дверь, оставил радиоприемник, и на всю улицу проповеди, но и так не посадили, и умер, хотя хотел, чтобы посадили, за Христа хотел пострадать, второй брат тоже, тоже напомню, когда в армию пошел, не принял присягу, ему, значит, дали служить где-то на втором плане, он все делал, чтобы сесть в тюрьму, я хочу, чтобы меня посадили, вот зачем тебя садить, ему, наоборот, начисти пухи, и там взял их повыразал, прашку почистил, он взял ее, обрезал, что-то сделал, ну что, добился, посадили, ну, что за польза была, ну, хотел сидеть, я, например, не хочу сидеть, может, кому-то хочется сесть, пожалуйста, делайте все, но мне что-то не хочется, хотя, может быть, придется, не знаю, не знаю, может, и придется, кто знает, конечно, путь, какой наш будет, но, хотелось бы, чтобы сегодня были в Боге сокрыты, выполнили Его волю, Его предназначение, которое Он назначил нам, ответственности еще, Он же не решает наши проблемы, вот сегодня, но знает все наперед, знает все наперед, что встретится на пути, какие проблемы будут, и уже сегодня, еще проблемы не пришли, Он же знает нам выход, какой предложить на то время, мы вот шеяне бываем, Он вот шеяне не бывает никогда, надо такой простой выход дает на удивление, думаешь, ну как, что можно сделать, раз так просто все у Него получается, идеально все, без всяких, ну, шероховатостей делают это, если, конечно, ну, мы на своем месте находимся, и мы служим Ему, но Он прошед, посреди них удалился, и пришел Капернаум, это было второе посещение Капернаума уже, и пришел Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, Иисус учил там, где Его принимали, не отказываю учить нигде, хотя я хорошо понимаю, что Он знал, чем все это кончится, но, тем не менее, выполнял волю Отца. В синагоге, это было время Ветхого Завета, время закона, в синагоге учил, хотя не везде Его принимали, но ради тех, которые принимали, Он шел и делал, поэтому, если мы делаем дело Божие, будем его делать с теми людьми, которые принимают это, которые не хотят, ну, пусть не хотят, ну, а что же делаешь, не хотят? Я помню, когда-то, когда предложил первый раз у нас на областном совете делать молитву пастырей, несколько раз вот собираться для молитвы, ну, братья рассудили, говорят, слушай, ну, они все же поедут, ну, а вдруг не поедут, а вдруг зрая-то будет, я подумал, ну, и правда, потом, мне лично, и выходят, меня там мысли, потом думаю, а, Боже, Господи, почему я должен ориентироваться на тех, которые не хотят молиться, а не на тех, которые будут молиться, почему я должен обращать внимание на них? Сделали первую молитву, две трети было, одна треть где-то не приехала, знаете, это огромная армия, поэтому я решил так, буду делать молитвы с теми, кто любит молиться, а кто не любит, что я сделаю им? они ни молиться не будут, ну, приглашать будем, говорить о пользе молитвы будем, но если нет, то нет, я помню, даже такой, слушай, у нас начался один вопрос такой, с браком, это был один, он после отступил, вообще наделал делу, я уже не говорю, его фамилии не называют, ну, и братья, дать ему брак, а Бог мне показывает, не давай брака ему, показал финал какой будет, он такой и был поществу, что в Минс забрался, там блуд одну сестру вел, вовсе наделал делу, мне братья, брат Николай, ну, мы же за, а ты против, ну, если будет неправильно, то и мы же будем виноват, не только Штейнер, вы братья, спасибо, вы в ад, и я вместе с вами, я не пойду на это, ну, как это так, и мы же будем виноваты, я говорю, не, братья, я не хочу, вот так решать вопросы все, и мы же будем виноваты, ну, если вы хотите быть виноватыми, то делайте, а я не буду этого делать, и слава Богу, что не сделал, я же говорю, наделал делу очень много, недалеко деревня, этот баранович расположен, это было уже очень давно, я уже не шевеливаю этот вопрос, но, если мы знаем, что надо делать, то-то надо делать, независимо от того, считаете нужным разбор делать, приходить, приходите, нам многие не приходят, ну что ж, ну пусть не приходят, но пусть не приходят, у них такое сердце, у них такое понимание, у них такое расположение, ну пусть, ну пусть, если я скажу для одного человека, и всех вас, это слава Богу, Вы за это уже? Вы помните притчу о потерянной овце? Если из ста овец одна заблудится, он оставляет девяносто девять, идет за кем? За одной идет. Если я сегодня сказал только для одного человека, слава Богу. Если ни для одного не сказал ничего, то тогда плохо уже. Наверное, не то говорил, что надо. Тогда плохо будет. Но если кому-то неприемлемо, то неприемлемо. Можете иметь свое собственное мнение, свои собственные стандарты, пожалуйста. Но я говорю то, что написано. И учил их в дни субботние. И дивились учения его. Ибо слово его было со властью. Вот смотрите, священники были. Тоже учили. Но в их словах не чувствовалось власти. Слушали, но как не воспринимали, наверное. Власти нету. Вот что самое главное. Цесировать Библию на память очень хорошо. А проповеди хорошие составляют, потому что законов Гмельяйский тоже неплохо. Но когда нет власти, когда нет власти, тогда не достигают цели этого слова. А у него слово было со властью. И эта власть ощущалась ими, которые слушали. И дивились учения его. Почему? Чувствовалась власть в этих словах. Ибо слово было со властью. Но почему не принимали остальные? Они же были богобоязненные люди. Кто знает, богобоязненные люди? Религиозные были – это да. А вот богобоязненные были – это уже вопрос. Это уже вопрос. И для нас это вопрос на сегодняшний день. Я сам не раз говорил на эту тему. И я боюсь просто казаться религиозным человеком. Может быть, это лучше, чем просто в разнос идти. Может быть, лучший вариант. Но это не самый лучший. Это не самый лучший вариант. Просто приведу к примеру, что праздника Пятьдесятницы. Помните, я напоминал в прошлый раз. Пришли в Иерусалим со всех сторон. Пришли, приехали, продалили расстояние, силы затратили. Пришли туда, куда надо, в Попротиве, в Иерусалимский храм. Не в храм, где-то там Валовы или Астарты. Но когда Бог крестил Духом Святым, то что все получили, слышали Дух Святой или не все? Не все. Они были просто люди набожные и всего лишь. Почему они же язык религиозный? Набожный, религиозный. Это одно и то же. Дух и Жел, Дух Святой, но никто из них не был. Там огромная же масса людей было. Со всех сторон, со всех сторон. Евреи прибыли. Потому что евреи. Они знали центр поклонения своего. Но остались нечем. Может быть, в последствии кто-то уже поменял свое мнение. Но и насмехались. Помните, говорили, они напили сладкого вина. Ну, то есть, головой из них не в порядке уже. Все говорили. Кажется, ну как так можно было? Ну, оказывается, такое бывает в жизни. Сегодня я брать все разговоры, потому что не надо смеяться над тем, что ты не понимаешь. Вы помните место в Писании? Они злословят то, чего не разумеют. Вы помните, что дальше написано? И в растлении своем что? И стремятся. Они злословят то, чего не понимают. Если мы что-то не понимаем, давайте немножко будем думать. Не спешите. Не спешите. Раз не понимаете, то я скажу, я не понимаю. Просто не понимаю. Просто не понимаю. Но не спешите с выводами. Был, 33 стих читаю. Был в щеногоге человек, имевший дух Абесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Вот в щеногоге был. Ходил, наверное, не один раз. Был там. Пели, пение. Бога прославляли. Слушали Слово Божие. А ему было ноль. Он себя комфортно там чувствовал. А вот когда есть присутствие силы Божьей, они себя чувствуют некомфортно очень. Как только Иисус сразу закричал, «Знаю тебя, кто ты». Вы помните второй текст Писания, каждый девятнадцатая глава, может быть, немножко по номеру главу не ту называют, когда злого духа хотели изгнать сыновья, священника Скевы, семь сыновей. Он сказал, помните, что он сказал? «Иисуса знаю, и Павел известен, а вы кто? А вы кто?» Ну, и там он дал им разнос приличный. Они с того дома бежали избитые все. Но, тем не менее, имя Господа увеличает мочи из этого. И Павла уже, наверное, неплохую рекламу дал он сам. «Иисуса знаю, и Павел известен, а вы кто?» Сыновья первой священника Скевы были. Ну, вот так бывает с нами в нашей жизни. Как-то один из преподавателей БГУ передал мне отчеты, там целый экип отчетов есть у меня лежит. Студенты, которые посещали, он вел религиоведение и предложил всем по несколько раз побыть во всех церквах, после отчета, что они видели. Вот что интересно, некоторые, ну, нормально все, хорошо, только не так в православной церкви. А другие говорят, пришла туда, не могла дождаться конца, не могла выдержать. Почему не могла выдержать? Немного таких студентов было. Некоторые говорили так, еле могла усидеть, не могла усидеть. Почему? Занятый человек уже. Уже занятый человек был. И когда есть в присутствии Духа Святого, тогда открываются держимые. Я помню однажды такой случай, еще мы на Грунтовой были, и была одна часа, не помню, как же ее имя было, старушка, она не свободная была. А второй брат был, приезжал из-под, не из-под Слонима, или, ну, где-то там, из Минской области приезжал один с братьев. Я как сейчас помню его образ. Помните, что кто брата Кирилла помнит? Он стал проповедовать, и говорил настолько сильно, сразу, как вот он, я в эту церковь никогда не пойду, я больше сюда не пойду, за сумку и ходу. Зает это все, начинает прочность войти. Там где-то на подоконнике, тут начинает куральницу какую-то нести. Как только заговорил в силе, сразу же открывается, не понравилось. Он бежал и больше не приходил. Поэтому нам очень хочется, чтобы действовал Дух Святой. Еще будет образование у нас, будем знать свободу, будем садить на память Библии, но еще не будет силы Духа Святого, будет вольготно чувствовать себя все здесь. Но как только будет излияние Духа Святого, все сразу откроется, мгновенно. Я помню одно из пророчеств, которое было сказано. Оно было сказано так. Я только немножко одну мысль выражу. Я дал вам время, чтобы освятиться и очиститься перед сильным излиянием Духа Святого. Когда излил Дух Святой на церковь, для многих этот день окажется последним. Они больше не придут туда. Откроется нагота, откроется все, то, что есть на самом деле, и стыдно будет, и не придут. Я вам дал время, пока что не раскрываю все этого. Я понимаю, что это не просто слова были сказаны, оно однажды будет такое. Однажды будет такое явление, потому что там, где Дух Святой, там открывается все. демоны просто не могут устоять. Я почему-то обращаю на это внимание, потому что Иисус, 35 стих читаю, Иисус запретил им, сказал, замолчи выйти из него. И без поверной уплазки синагоги вышел из него, немало не повредил ему. Вот финал какой. Почему сегодня часто нас обвиняют в том, такое мнение о нас пошло, что не ходите туда, не едьте, там одержимые мы всех делают. Почему? Помолились, нам стало плохо. Конечно, будет плохо. Не потому, что мы молились, нагнали на них бесов, не поэтому. Присутствие силы Духа Святого, присутствие тех, которые это помазание имеют, им становится очень некомфортно, кричать, значит, плохо становится. Это нормальное явление. Нормально все было. Пели, все нормально было. Бес молчал. Как только Иисуса увидел, сразу закричал. Сразу закричал. Ну, второй пример могу привести. Я уже, может, по счастью, опять каструсь этих мест, но чтобы вы знали, что это значит. Я почему всегда спрашиваю, не всегда ж вот эти бесы живут, люди, иногда снаружи очень добиваются, через мысли добиваются. Спрашиваю, у тебя как будет? Бывает плохо, когда сильная молитва или в собраниях? Нет, значит, уже тут вопрос немножко по-другому надо ставить. Что с тобой? Когда плохо бывает, значит, ну, процентов 90, что уже есть какой-то хозяин. Я уже не такой сильный, но однажды приехал в одну церковь небольшую, сразу же одна заволновалась и убежала. Оказывается, она ходила в собрание, пока же уже давно, не свободная была. Несвободная была. И ничего удивительного нету. Помню, однажды ехали мы с вами где-то на Северном были. Я говорю, Ваня, ну, Ваня, вы знаете его очень хорошо, открывает дверку, говорю, подожди, я тут выйду в магазин. Или не помню, куда собрался выйти. Выхожу, идет мужик, как глянул на меня, сразу пена пошла. Ну, что, я у него беса загнал, что ли? Ну, а кто-то может и так говорить. Не загонял же я у них ни у кого бесов никаких. Увидел, сразу же, сразу пена пошла, сразу дергаться. Помню, со своей Светланой поехали гражданство белорусское оформлять, есть такое посольство российское, она сама россиянка была по гражданству. Поехали оформлять Брест, там есть российское посольство. Ну, она взяла, забыла фотографии. Ну, тоже надо. Ну, пошли, что делать? Пошли сразу, нашли там, ну, где фотографии делает эта служба, там очень быстренько делает. Зашли, сидим, смотрю, сидит та вот, которая принимает заказы, сразу головой так стала крутиться. А что, потом побегает? Кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой? Я не мог понять, кто это? Ну, как кто такой? Называю ее имя. Она побежала опять. Не выдержала, убежала. Другая стала. Почему? Что я у нее? Беса загнал, что ли? Увидел и начал переживать. Они же понимают, кто их гоняет. Я немножко снюю, нас называют бесогонами. Я говорю, лучше быть бесогоном, чем бесозащитником. Говорят, что бесов жалко, что вы против этого, что гоняем бесов. Потому что бесов жалко стало. Ну, пожалуйста, защищайте их. Они тогда придут в ваши семьи, в ваши дома. Они с удовольствием у вас будут жить, раз вы их защищаете. Лучше жить бесогоном, чем бесозащитником. Вот бесозащитником туго придется. Я не в порядке. Юмор, может, несколько с юмором говорю, но, тем не менее, это так. В Библии же так написано. Сгоняли, значит, дух лунасизма. Помните, ученики не могли сгнать. Есть такой уровень, который нам может не подчинять. Иисус только его узнал. Помните, по неверой вашей. Там назвал причину. Ну, и сгоняли, бесоздавался, потом встал, пошел. Увидел Иисуса, что легко стало или плохо стало ему. Опять бросили начал бить, пена пошла. Плохо стало. Поэтому я просто обращаю на внимание самое серьезное. Пожалуйста, будьте очень внимательны в своих словах, в своих оценках, поступках. Чиих кто? Не знаю, что говорят, не зная броду, что? Несу еще в воду, потому что можешь потонуть в этом. Можешь потонуть в этом. Был в синагоге человек, перечитываю, имеющий духа бесовского, и он закричал громким голосом, оставь, что тебе до нас, Иисус Назаранин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Вот что было. Святой Божий. Иисус Несвятой не будет никакого успеха. Нам надо очень внимательно наблюдать за собственной жизнью. Святой, значит, дьявол не имеет доступа никакого. Дух Святой не огорчен, не угошен тогда. Мы можем быть крещеным Духом Святым, но Дух Святой может быть угошен у нас. И тогда все. Он есть, но он не работает. Он огорченный. Ходатый за нас, не вставляет нас, но, тем не менее, не будет той власти еще. Я уже эту тему не раскрываю. Я говорил о святейшей вере. Вы помните не один раз. Я уже сегодня не буду повторяться. Озидая себя на святейшей вере Божией, Иисус запретил и сказал, замолчи и выйди из Него. И бес, повернув после синагоги, вышел из Него, немало не повредил Ему. и напал на всех ужас. И рассуждали между собой, что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Это нечистый дух и бес это одно и то же. Нечистый дух, некоторые разницы делают, нечистый дух это нечто другое, бес это одно и то же. И следуйте тексты Писания, и вы найдете одно и то же. Бес вышел и бес вышел из Него. А тут написано, и силою повелевает нечистым духом и они выходят. Только не духам, говорят, духи это, которым люди сегодня запах создают для себя. А духи, на первом слоге надо ударение ставить. Духом. И напал на всех ужас. Вот почему этот ужас напал. соволазь повелевает нечистым духом и они выходят. Какой может радость добыть, а не ужас. Ужас напал на них. Наверное, почему тоже были заражены неправильно понимаем этих вещей. Вы помните, что говорили фариши и книжники? Он изгоняет бесов силою бесовского князя. Вот этого, наверное, и боялись. А вдруг это такой вот человек. Если вообще говоришь разные о нем. Одержимый, несвободный и так далее, и так далее. Мы пришли в ужас. Как это так? Что это значит? Радоваться надо было, но пришли в ужас. Необычное явление было. Наверное, не было такого здравого понимания. И Христос сказал им ясно и правильно. Сатана сатану никогда изгонять не будет. Они просто имитируют что-то и расстают после этих колдунов действовать на человека. Им кажется, что он свободен стал. Я помню однажды в нашем родстве по линии мамы где-то там была одна бабушка. Она, говорят, это была Первая мировая война. в 1914 году они где-то были в беженцах в России. И вот там настолько сильно бросала эпилепсия, говорят, по 10 раз в день бил ее. Измотала настолько сильно, что... И там где-то нашли какого-то сильного колдуна, он заговорил, и она стала здоровая якобы. Но проклены усыпались от и до. К Богу, православию кое-как, а к Богу настолько сильно восставала против. И вот что получилось. Перед смертью два раза ее бросила, и она умерла. Это был обман, это имитация. Посилил кодуны еще одного сильнейшего. Он якобы сдерживал ее, но они направили свою силу на то, чтобы она Бога не познала. Характер скверный, про кто насыпались вдруг, что раз каждые пять минут она кого-то проклинала. Пожалуйста, это обман. Сатана сатану изгонять не будет. Лечить он никого никогда не будет. Обман. А сам живет. Это уже пленник. Это уже кандидат в ад, если не освободился. А что можно по-другому говорить на сегодняшний день? И напал на всех ужас. И рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою, вот есть разница, со властью и силою, повелевает нечистым духом, и они выходят. Есть власть и сила. И вы помните, что до крышения Духом Святым Иисус дал апостолам власть вращивать и и сгонять бесов. А в нашем и власть, и силу, и есть разница в этом. Власть есть власть. Тоже действует, тоже действует, очень сильно работает власть. Я просто конкретный пример, я его не раз проводил. Вы знаете, нас на дороге часто контролируют ГАИ. Едет автомобилист, он свой жезл раз, и что? Останавливается. Власть? Он мог бы догнать его, удержать за багажник, или нет? Никогда этого не сделал бы, его силы нет на это. Но есть власть, и эта власть является его же злом. Попробуйте не остановитесь, остановят. И так хорошенько дадут, что будете знать, как убегать от них. Власть за властью это определенные силы, структуры определенные, звоночек куда надо, и все. Кажется, что у нас эта палочка? Даже чтобы палка, дубинка была хорошая. И то, знаете, когда ехал проехал бы, может, погнул бы где-нибудь капот, и все, и поехал дальше. Власть есть. Власть. А Бог дал нам. И власть правда дает. Но ее надо взять, и что? Он дает, но мы не хотим взять. Не хотим в посте побыть, не хотим в молитве побыть, не хотим заниматься тем. Ну, знаете, это вопросы не такие простые, вот эти вопросы, которые мы сегодня решаем с содержимостью, с болезнями. Это же не так-то легко и просто. Но сегодня мы имеем власть и силу, за что? Благодаря Богу. Каждый на своем уровне, естественно. До полноты Христовой мы никто из нас не достигнет, как Он. Есть такой род, который изгоняется, только Он изгоняет по молитвам. Вы помните, Христос сказал так, чей род изгоняется, как? Только молитвы и постом, а выйди вон не получается. Это должны мы тоже понимать все. Выйди вон не всегда получается. Чей род изгоняется только молитвою и постом. конечно, сказал, вера должна быть. Если не будет веры, мы не будем молиться и поститься тоже. Зачем это надо? Никакого эффекта не будет. Вера нужна и на это. Иногда надо не один день попоститься. Я бы хотел, чтобы в нашей церкви есть такие люди, которые постились. Это был бы огромный успех. Но, тем не менее, опять хочу подчеркнуть, когда становится пост, не должно быть никаких замашек на известность. Вот что губит людей. Никто никогда не перемолился, но не перепостился. А когда нечистота стояла за мотивами, вот тогда и попадали в искушение. Вот чем вся проблема. Потому когда молитесь, поститесь, подумайте, для чего. Если из-за гордости, чтобы быть знаменитыми, чтобы за вами бегали, все, сразу в сторону, никаких постов не должно быть. Попадете в искушение огромное, потому что дьявол очень часто это делает, ставит пост, для чего. Ну, хочу делать что-то. Оказывается, гордость двигает. Попадает в искушение. А после люди не понимают, почему так. Говорят, перемолился, попастился, нельзя много молиться, нельзя много попаститься. Все можно. Все можно, только надо делать чистыми мотивами. Если мотив не тот, что надо, все, лучше не делайте этих вещей. и разнесся слух о нем по всем окрестным местам, Христос сам себя не рекламировал никогда. Если он и говорил иногда, то помните, что он говорил? Пойди скажите, что я вам сделал, или нет? Пойди и расскажи, что сотворил с тобой и кто? Бог. Он сам был Бог воплоти. Это однозначно. Но, тем не менее, никогда себе рекламы не делал. Наоборот, говорил, иди, но никому не говорю. А они пошли разглашили. Ну, раз получили что-то, нам надо рассказать. Такой рекламы не делал. И нам надо такой рекламы делать. Зачем нам нужна эта реклама? «Вышед из синагоги, он вошел в дом Симона. Чего что же Симонова? Была одержима сильная горячка, и просили о ней». Ну, слово «одержима», но я не думаю, что там бесный был, но болезнь ее держала, одержимая, болезнь держала в плену. Может быть, и духовная природа была, потому что, вы помните, дух немощи там жил в одной женщине, она с корча находила. Там был не хребетник ее поврежден механическим способом, нет. Там был дух немощи, она не могла разогнуться. Когда Иисус приказал дух немощи выйти, она сразу выпрямилась и стала славить Бога. Оказывается, заболеть мог стоять и духовную природу иметь. То же самое и наши турмановые коврики. Я помню, недавно одна сестра была турман, турман. Что-то с ней стало делать, не надо. Я стал молиться, Бог говорит, что из меня турман. Я подошел и сказал, слушай, ты турманным ковриком пользуешься? Пользуюсь. Во имя Иисуса дух по имени турман выйди вон. Он как заревел сразу. Вышел, не вышел, но дал знать, о себе. А еще они доказывают, что нормально. Там какие-то камешки, там излучения какие-то. Знаете, что? Излучения не помогут. Вот это недавний случай конкретный был. Что касается иглоукалывания, вот однозначно, однозначно. Сколько раз было такие случаи, дух иглоукалывания выйдет, он сразу заревел, бросил человек, а будет доказывать, что-то не то. Зачем это надо доказывать? Когда это бывает очень часто. Я уже не хочу вас смущать своими рассказами, но хочу, чтобы вы не смущались от этого. Где-то услышите, будете думать, лишь бы, что, знаете, не лезьте туда, куда не надо. Обращайтесь к Богу или хотя бы таблетки обыкновенные, медицинские. А вот это оккультное все, с Востока пришедшее, забрасывайте подальше. Если не знать, можно даже сомнение есть, сразу, и сомнение есть, лучше не делайте то, что сомнению подвергаете, потому что будет очень плохо в конце концов. Очень плохо в конце концов будет. Что же Симонова была одержима сильной... Что то есть одержима, во всяком случае? Болезнь держала ее в плену. Слово одержима не означает, что бесноватый. Вот такое употребленное здесь выражение «Чешка с ним одержима». Но вот что я хочу сказать, я не раз говорил. Один раз в Писании «Чешка в Горачке», а в нашей жизни «Чешка в Горачке» это проблема номер один для семьи. Свекру у Горачки это проблема номер два. Свекру в Горачке это три. «Чешка» в Горачке это четыре. Вот тут написано «Чешка Симонова была в Горачке». И потому она не могла сказать, ну я немножко с юмором говорю, «Горачка характер Горачка». Сколько вреда делают «Чешки» и «Чешки» семьи молодым. Ужас один. Я не знаю, зачем это надо. Зачем им надо вмешиваться командовать чужой семье. Но все равно делают вот так. Разваливают семьи целые. Если написано, что бабушки, помните, у Тимофея написано, должны учить молодых любить мужей, «Чешки» учат как разводиться. Вот они научат как делать. «Чешки» развести свекровь, учат как разводиться надо. И подумают, что хорошо делают. Ничего хорошего нету в этом. Ничего хорошего в этом нету. Вот тут «Чешка» была держима сильной Горачкой и просили его о ней. Ну приведу один пример тоже. Ну такой «Житийский». Я хоть не один раз провожу, но сегодня повторение «Мать учения» называется. Одна из сестер приехала где-то с под Ивацевича. Я уже даже в какой церкви не помню. Я перед годом не помню, ни лица ее не помню. Как факт помню. Приехала с такой нужной говорит. Я со своим зятем не нахожу общий язык никак. Каждый день ссоримся и не знаем за что. Она исповедовалась сама. Ничего там поехала домой. Встречаюсь и я с ней где-то недели через две в ее церкви. Она говорит «Братик, ты меня помнишь?» Я говорю «Не помню». Я говорю «Та, которая приезжала с зятем общий язык не могла найти. После моей исповедии все стало так хорошо. Мы не знаем за что мы спорили». Самые лучшие друзья не можем понять за что мы спорили. Каждое дело не взятие может быть иногда и зятю надо исповедаться, может быть и обратная сторона, но тем не менее мы должны чистить сами себя, а не других. Мы никак не можем поменять характер другого человека, с которым мы в 40 находимся. Можем свой поменять. Это можем. С помощью Господа на коленях почисть сами себя, удалить свою собственную гордость, свои собственные обиды, свои собственные взгляды, и тогда будет все нормально. И тогда и другого воспримем более так сказать, ну, уместим его, какой он есть. А когда сердце узкое, кого можно уместить к узкой сердце? Никого. Никого не уместишь. А Павел говорил, сердце наше расширено для вас, братья, помните? Расширенное сердце. Чтобы кого-то уместить, надо расширить сердце. Если оно узкое, никого не уместишь. Мы хотим, чтобы кто-то был копией нашей, но так не получится. Все мы индивидуальности. И таких, как я, больше на белом свете нету. Я один такой. А вы тоже такие одни. Вот, похоже, кто-то есть, но вы одни. Ну, разве только близнецы где-то. И то разница есть. Мамы очень хорошо разбирают близнецов, так они разбираются хорошо. Мы со стороны не видим. Они одинаковые. Но для матери они тоже разные. Они тоже разные. А так, вообще-то, мы одни, на целом, миры одни. Похожих на нас. Похожие то есть, но тем не менее. Но мы как люди похожие. Бог образец дал мужчинам и женщинам. Поэтому этот образец никогда не поменяется. Поэтому нам не надо переламывать кого-то, надо переламывать себя. Свой характер сменять. А уже другого надо молиться за того, у кого характер скверный где-то. Бог поможет и ему усмотреть в себе недостатки, которые мешают единственное какое-то иметь понимание и так далее. Подошел к ней и просили его о ней. Она тотчас вышел из синагоги, он вошел в дом Симона. Чеша же Симонова была одержима сильной гаражкой. И просили его о ней. Подошел к ней. Он запретил горячки и оставил ее. Знаете, как все равно это посторонний человек где-то был. Болезь ее оставила. Она тотчас стала и служила им. Больной человек не может служить никому. Из него ничего нельзя спросить. Мы часто за больных духовно людей за больных духовно людей. Они не могут его просто делать. У них спрос маленький. Надо просто открыть глаза им, что они больные и помочь им вылезти. И тогда только будет труд определенный. А так какой труд за больного человека? Но мы еще немножко больные. Но параллельно с выздоровлением нашим должен совершаться определенный труд для нас. По нашим силам. По нашим возможностям. Сверхсилы мы никогда ничего не сделаем. Если возьмем сверхсилы, то просто подорвемся и все. Мы не сможем вытянуть то. Если бы мы сегодня каждый на своем месте делали что-то, было бы легче всем. А когда занимаемся только собой, тогда кому-то надо вдвойне тянуть. А что сделаешь? Одну нагрузку дали, потом второй, потом третий. Наконец не выдержит человек. Он же не каменный. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, проводили их к нему. И он, возлагая на каждую из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы с многих с криком и говорили «Ты Христос Сын Божий». А он запрещал им сказывает, что они знают, что он Христос. Ну, до этого места. Дальше я уже не буду говорить. 29 уже наше время помолиться. Пусть Господь благословит всех нас. Пусть это Слово Божие остается в ваших чертах для исполнения. И пусть в нашей жизни, в жизни каждого из нас исполнится его воля. Святая, угодная, совершенная. Аминь. Аминь. Аминь.